Нам сейчас покажут очередных в суде таджиков, которые один продал машину этим, так сказать, задержанным, другой сдавал им квартиру. Они в полном недоумении. У одного, значит, масса под дверьми суда плачет, говорит, да он вообще не при делах, знать не знал и так далее. Вспоминают, что аналогичные были задержания таджиков, по-моему, в 2016 году после очередного теракта. И, в общем, это все выглядит как, ну, крайне неубедительная версия следствия, скажем так, мягко, да. Но более впечатляет, вот лично меня, да, кто и как поджег крышу. По официальным данным МЧС, там горело 13 тысяч квадратных метров. Чтобы их поджечь, снизу нереально. Если четверо таджиков, двое с автоматами, один с рюкзачком входит, и какой-то там бензин они расплескают вот в этом вот концертном зале, причем за пять минут, чтобы успеть добежать до своего этого Рено многострадального и доехать 300 километров, вы понимаете, как все быстро. То есть у всех мысль, ну, наверное, в кровлю заложено что-то заранее. Вот эти нюансы обсуждают в Европе расследователи, журналисты. Как у вас? Нет, вот эта тема пожара вообще, это тема самая интересная во всем этом деле, я с вами согласен, потому что пожар слишком быстро и слишком мощно развивался. И, безусловно, у меня абсолютно точно есть ощущение, что пожар был, что-то было заложено в крыше, причем заложено было, конечно, не какие-то там коктейли Молотова, такие сделанные подручные, а что-то вполне профессиональное, потому что разгорелось, вот так как разгорелось, ну, там не сразу 13 тысяч заполыхало, там заполыхало сначала 3000 метров. Но 3000 метров — это огромная площадь, это очень серьезная площадь пожара. И так как она полыхала, было видно, что, во-первых, это здание было построено полностью с несоблюдением всех пожарных норм, потому что так здание не горит сразу за такое время. Хотя сейчас собственники этого здания говорят, все было, все хорошо, все работало, сигналидация работала, пожарные работали, здание хорошо построено. Ну вот, но это все, это пусть они рассказки сами себе и Путину там, и, значит, отмазки, потому что выяснилось, кстати, что это здание находится в залоге у друзей Путина. Оно им даже не предвижит этим Агазаровым, Агазаровым, вот, что они его сдали в ноябре прошлого года в залог Газпрому, значит, за что-то там или в уплату за что-то, я не знаю. Но, безусловно, пожар — это, вы правильно сказали, Глеб, это самое слабое место вообще во всей этой версии, потому что действительно сказали, что они там находились, террористы, 13 минут. За 13 минут укокошить такое количество людей, там, 50 человек, и еще подняться наверх и сделать так, что загорится здание, которое якобы предусмотрено для того, чтобы, значит, противодействовать возгоранию, это возможно только в том случае, если там в нескольких местах были серьезные закладки. Люди говорили про хлопки, то есть люди говорили, что там были какие-то взрывы, а если взрывы, значит, были какие-то шашки, вполне возможно. Вот, кстати, Сергей Асланян дал такую версию, что, скорее всего, это боевые, были боевые шашки, поджигательные, зажигательные шашки, которые используются в армии, значит, во время штурмов там и так далее. Вот, и вот тогда можно было представить, что вот такое будет возгорание. Ну, а потом, когда уже 3000 метров загорелось, поскольку пожарные не могли приехать, они приехали-то вот сразу вовремя, эти пожарные, так много было машин, но тушить они ничего не начали, пока шел дым большое время, а когда уже начали тушить, уже было поздно, и вот к вечеру, буквально через 3 часа уже говорили от 13 тысяч квадратных метров пожара, который полыхал на крыше этого здания, а потом все, к чертовой бабушке, сгорело, обрушилось. И, блюзово, они допустили еще ту самую ошибку, которую вот французы избежали в 19-м году, когда горел Нотр-Дам-де-Пари. Тогда я помню, значит, горела крыша, она загорелась довольно быстро, но горела сразу не вся, то есть вот горел в основном шпиль центральный Нотр-Дам-де-Пари. И я вот помню, как Трамп, который тогда был президентом Соединенных Штатов Америки, когда его спросили, он сказал, да чего там надо вот это самое, вот французы ничего не понимают, французы дураки, вот я, Трамп, знаю, как все это дело делать, надо, значит, запустить огромное количество вертолетов, как он на Штатах делает, и все это залить тоннами воды и так далее. И французы тут же ему сказали, что Трамп, ты полный идиот, потому что если ты зальешь водой, то крыша обрушится, потому что это тонны веса, которые обрушатся на эту крышу, и тогда вообще не останется ничего. И в этом смысле они оказались правы, потому что они тушили этот пожар очень тихо, из бронбойтов снизу, и фактически сохранили все стены, и от обрушения основную крышу, и таким образом потом Нотр-Дам-де-Пари удалось восстановить очень быстро, за пять лет, с соблюдением всех технологических требований к такому зданию старому, потому что обычно старые здания нужно использовать специальными материалами, нельзя заменять на современные материалы, иначе это здание перестает быть историческим и так далее и тому подобное. Здесь ничего этого не было соблюдено, залили все водой, и поэтому это все обрушилось, но пока заливали и пока был пожар, там погибло, вот из этих 180 по нынешним, вот по последним данным, там сколько, 183 человека официально погибли, из них 100 или 120 это были люди, которые задохнулись на пожаре. На пожаре практически никогда люди не гибнут от огня, на пожаре гибнут всегда от удушья, чаще всего от дыма, который распространяется. Вот и люди, которые спрятались в туалетах, спрятались под лестницами, спрятались в каких-то служебных помещениях, и которые не смогли выбраться наружу, они все задохнулись от угарного газа, когда дым заполонил все здание, и на самом деле там ничего не работало, там не работали никакая вентиляция противопожарная, никакое тушение внутреннее. Это все пусть нам рассказывают эти самые отец и сын, значит, собственники этого здания. Сергей, позвольте добавить, дело в том, что сейчас идет масштабная информационная война. Вот этот вот Крокус-Сити, две версии, да, и одни верят, что это ФСБ, а другие, ладно, пусть будут исламисты, уж какие там их не разбирают. И вот те, как бы, уважаемые, вроде бы наши с вами единомышленники, которые говорят, да-да-да, это исламисты, это точно не ФСБ. Я в первый момент думаю, вы зачем Путину подыгрываете? Но хорошо, допустим, для вас типа правда важнее. Хорошо, тогда разберите по полочкам ключевые моменты. Четыре человека, правда, мы их видели, у них у двоих автомат, у одного вообще даже, по-моему, пистолет или нож, рюкзачок. Это они все устроили, да? Вы говорите, 180 человек, но там еще 60 чистятся пропавшими без вести. И, в общем, сколько дней прошло. Так что я думаю, что в целом 240, как минимум, это уже чудовищная цифра. И, видите, к ней постепенно путинские власти нас готовят. Все внимание переключают на таджиков, на таджиков, на несчастных таджиков, да? Которые за себя, типа, не могут отомстить. Да, вот они постоянно, так сказать, разжигают ненависть русского народа. И вот в этой информационной войне, когда я ее слушаю, я думаю, ребятки, ну, может быть, и подыгрывайте Путину дальше. Говорите, что это все исламисты, потому что это, знаете, что доказывает? Что Путин слабак, что Путин ничего не может, что вся его эта миллионная армия силовиков вообще по нулям. Что можно взять Москву за три дня. Продолжение следует...